Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Квасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. За время её работы никто не пожаловался на бан. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман. И пришло время сделать третий ролик о борьбе с много кому ненавистным опрессором МК-2. И это видео будет посвящено одной единственной военной технике, потому что она включает в себя плюсы большинства ранее представленной техники. Судя по летающему в небе Эвенжеру и тому же самому Эвенжеру на превьюшке, вы уже, наверное, догадались, что речь пойдёт о нём. Этот конвертоплан мог бы стать самой имбовой техникой в игре, если бы не Парано. Во-первых, он огромный, и его обнаружить на небе гораздо проще, чем того же опрессора. Во-вторых, он немного сложен в управлении. Ну, то есть привыкнуть к нему особых проблем не составляет, но сев на опрессора, вы гораздо быстрее начнёте нагибать. И в-третьих, для того, чтобы пользоваться всем его функционалом, необходимо как минимум два человека, а лучше три либо четыре. В таком случае данная команда сможет быстро истребить всю сессию. Но если играют в команде по два-три человека, то, как правило, пользуются другими транспортными комбинациями. Сегодня же речь пойдёт именно о конвертоплане, который я считаю убийцей опрессоров. За помощь в организации съёмок я благодарю игрока с ником Квирч. Буду рассказывать о его плюсах, исходя из того, что вы летаете на нём один. Конвертоплан уникален тем, что это единственное транспортное средство в игре, на данный момент у которого есть функция автопилота. То есть поднимаетесь на высоту, открываете меню взаимодействия Avenger, включаете автопилот и переходите в грузовой отсек. Изначально при покупке данного командного пункта доступна одна турель, но можно установить и ещё плюс две дополнительных. Садитесь за любой из пультов, и если вы один, то можете переключаться между ними. Далее включаете большую карту, находите на ней парыша и начинаете долбить по нему из той самой турели. Примерно прикидывайте, на какой высоте он находится, если он летит к вам, и беритесь с небольшим запасом, то есть стреляйте в то место, где опрессор будет через долю секунды. Скорострельность у этой турели просто волшебная, поэтому залить плотным огнём всё небо вы сможете, и рано или поздно взорвёте надоедливого опрессора, который решил, что его мотоцикл круче вашего конвертоплана. Но даже если вы не успели подняться в небо, поставить машину на автопилот и перейти в грузовой отсек, то вы можете использовать свой Avenger как таран, потому что он выдерживает практически все ракеты, которые есть на борту опрессора. Слабые места у него это закрылки на его крыльях и хвосте. Отлетают они на раз-два, и если ракета в них попадёт, то ваш летательный аппарат станет хуже управляться. Практически весь боезапас выдерживает Avenger без пассажиров внутри. Это при условии, что в мастерской подземной базы вы установили на него броню. К тому же, если Avenger просто завис в воздухе на автопилоте, при отсутствии в нём людей ракеты, естественно, на него наводиться не будут, так что придётся стрелять вручную. В принципе, никакой опрессоровод не полетит за Avenger без людей внутри. Суть данного видеофрагмента была в том, чтобы показать, что даже пустой конвертоплан способен противостоять одному такому мотоциклу. И даже после того, как его лопасти уничтожены, он падает вниз, но не взрывается, поскольку хорошо бронированный. И вы запросто можете сесть с него и перейти в грузовой отсек. Если же опрессор всё-таки вступил в бойню с одним таким Avenger, то, как вы можете заметить, при расположении их лоб в лоб, система самонаведения ракет наводится именно на кабину. А кабина это как раз то место, которое выдержит практически все ракеты из боекомплекта опрессора. И даже если вы не будете предпринимать никаких попыток атаковать, а просто стоять и смотреть, то после очередной ракеты конвертоплан упадёт на землю, и вы спокойно выйдете из него, не пополнив тем самым счётчик убийств вашего оппонента. Но навряд ли вы будете просто стоять и смотреть, как вас расстреливают. Вы либо перейдёте в грузовой отсек, сядете за турель и расстреляете надоедливого опарыша, либо отключите автопилот, перейдёте в режим самолёта и полетите ему навстречу. И это как раз следующее преимущество, которым обладает конвертоплан. Его лопасти. По своей площади в режиме самолёта они равны винтам Титаника, которые разрубят всё, что в них попадёт. Просто направляете конвертоплан на опрессор и спокойно разрубаете не до байкера. Причём сам опрессор в большинстве случаев остаётся цел, и от его взрыва вы не повреждаете свои винты. Другой способ, если вы не хотите идти в лобовую атаку, это его разрядка. Эвенджер хоть и не является реактивным самолётом, тем не менее при входе в боковой форсаж он развивает такую же скорость, как и у Гидры. Поэтому ракеты, выпущенные по вам опарышем, просто до вас не долетят. Но даже если и 1, 2, 3, 10 ракет вас попадут, ничего страшного не будет, потому что Эвенджер выдерживает больше ракет. Правда, повторюсь, что если ракеты взорвут закрылки, то управлять им станет сложнее. Если же у вас не попала ни одна ракета, а боезапас у опарыша закончился, разворачивайтесь и летите за ним. И дальше делайте то же самое, что и при лобовой атаке, только теперь с опрессором убегающим от вас, потому что при обычной скорости 112 миль в час он от вас просто не уйдёт. И даже если он зажмёт пробел, тем самым повысив свою скорость до 130 миль в час, быстроходный Эвенджер его всё равно догонит. А дальше фарш, котлетки и какой-нибудь продуктовый магазин типа ленты, либо ашана. Правда, эффективен конвертоплан только в режиме самолёта. Если вы будете летать на нём как на вертушке, то здесь, конечно, у опрессора будет преимущество, поскольку он более манёвренный, быстрый и юркий. К тому же, разрубить его лопастями, расположенными параллельно земле, очень сложно. Скорее всего, в этой ситуации он разрядит по вам весь боекомплект, и вы благополучно прострёте свой командный пункт. И если с момента последнего вызова конвертоплана не прошло определённое количество минут, если точнее, то 5, то на следующий вызов наложится кулдаун. Хотя Эвенджер является конвертопланом, поэтому никто не запрещает чередовать режимы вертолёта и самолёта. В определённых ситуациях, при должном опыте, опарыш просто не успеет уйти от мясорубки. И ещё одно преимущество, которое есть у Эвенджера, это возможность установить на него в мастерской дипольные отражатели. А как мы с вами знаем из предыдущих видео, они создают облако электромагнитных частиц, которые создают помехи в системе наведения ваших противников. Короче говоря, после выпущенной вспышки, в течение 5 секунд на вас никто не может навестись. И это очень классная штука, если вы любитель лобовых атак. Правда, их здесь ограниченное количество всего 10 штук. В принципе, как и у опрессора. И запускать их может только второй пилот. По этой причине лучше и летать вдвоём, либо втроём. Третий, соответственно, за турелью. Единственное, чего ему не хватает при войне с опрессором, это манёвренности. Тот может гораздо быстрее менять своё направление движения, или же вообще спуститься ниже уровня зданий, скажем, куда-нибудь в переулок. Там вы его точно не сможете достать. Ну, разве что, разрывными, либо кассетными бомбами. Ими, кстати, пользуется первый пилот, поэтому, если вы летаете один, и увидели, что опарыш присел перезарядиться, и закидать его теми самыми бомбами. Проще, конечно, пересечь границу с Мексикой, чем в кого-то попасть с зажигательными какашками. Но, тем не менее, их наличие в каком-то роде греет душу. Устанавливаются они там же в мастерской, и боезапас их 50 штук. Вот, об этой, к сожалению, забытой многими технике, я и хотел сегодня рассказать. Находясь в руках даже одного, но опытного игрока, данный конвертоплан может нехило потрепать нервы опрессороводам. А если таких игроков будет двое, либо трое, либо четверо, либо пятеро, то вы без труда и в максимально короткое время сможете очистить сессию от надоедливых опарышей. Единственное, куда нельзя подпускать этот конвертоплан, это гидром, лейзером и другим истребителем с разрывными патронами. Он их боится, как манту водички. И пара метких залпов, сделанных по вам, тут же превратит ваш конвертоплан в груду горящего и летящего на землю металлолома. И если пилот при попытке вас добить случайно об вас не взорвется, тем самым внеся в вашу копилку одно убийство, то он сможет расстрелять вас еще до того, как вы упадете на землю. Так что здесь два варианта. Либо сразу идете на него в лобовую, и если он не сможет увернуться, то размазываете его по своему стеклу. Либо поднимаетесь гораздо выше и, находясь в режиме автопилота, расстреливаете его из турели. Если сможете сделать его раньше, чем он расстреляет вас, то просто начнете терять высоту и падать на землю. Взорвать он вас, соответственно, не успеет. Хотя, если пилот опытный, то лобовая атака вряд ли поможет. Он спокойно от нее уйдет, развернется и начнет вас расстреливать. Но, как я уже сказал, манту боится водички. А вот для войны с опарышами он подходит идеально. Нужно только потренироваться. А у меня на этом все. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока.